Арка из кирпича или почему трещат печи. Здравствуйте. Сегодня предлагаю обсудить проблему построения правильных кирпичных арок и как это все взаимосвязано с трещинообразованием в печах. Я не стану подобляться большинству печников из ютуб и не буду учить вас пользоваться карандашом и линейкой. Я лишь хочу остановиться на конструктивной составляющей печных конструкций и обсудить факторы, влияющие на их долговечность. В очередной раз я обязан вас предупредить, что я совершенно не печник, но если профильные специалисты молчат о прочности арок, то чем я хуже. Теперь по теме. По своей конструкции классический цилиндрический свод русской печи можно представить как набор параллельных арок, а свод помпейской как набор арок, нанизанных на общую вертикальную ось вращения. Поэтому если мы регулярно будем складывать арки, которые не ломаются, то автоматически научимся из них создавать устойчивые своды. Давайте для наглядности создадим простую арку из двух кирпичей. Их в арке может быть сколь угодно, часто встречается даже четное число и без замкового камня, но сути это не меняет. Концы арки упираются в так называемые пятки, которые обычно создаются тоже из кирпичей. На практике очень желательно пятки арок подрезать с притиранием к нижним кирпичам, поэтому не критикуйте меня за грубость эксперимента. Так вот, особенность арок предполагает тот факт, что каждый элемент, в данном случае кирпич, давит на соседние в местах их касания друг с другом. Каждый кирпичик арки прекрасно противостоит силам сжатия от соседних камней и такая конструкция автоматически становится очень прочной и устойчивой. И чем больше внешнего воздействия на арочные кирпичи, тем прочнее получается конструкция. А вот два нижних кирпича арки давят на пятки, которые норовят разъехаться в стороны, создавая так называемый распор в горизонтальной плоскости. Основные векторы усилий на пятки направлены по направлению нормалей, проведенных к поверхностям дуги арки в местах ее опоры. В свою очередь, каждый из этих векторов можно разложить на вертикальную и горизонтальную составляющие. Вертикальные составляющие вектора легко компенсирует опора фундамента, а вот с горизонтальной нужно как-то бороться. Естественно, что чем круче дуга арки, тем меньше горизонтальный вектор усилия и тем меньшее давление горизонтального распора будет передаваться на пятки свода. В печных конструкциях устойчивость пяточных кирпичей часто обеспечивается просто силами трения пятки на опору. И эта сила трения будет тем большей. Чем с большей силой пятка будет давить на опору и чем больше пятной их контакта. Неудивительно, что в печной среде самой устойчивой формой арки является полуциркальная, то есть образованная ровно половиной окружности. На первый взгляд, у такой конструкции основной вектор направлен вертикально вниз, а горизонтальная часть стала быть отсутствует вовсе. Но на практике, во время топки или внешних усилий, например у вас сверху лежанка или еще чего-то там, на арку будут воздействовать некие силы и горизонтальная сила распора в пятках тоже может возникнуть хоть и совсем несущественная. Если арка печи лучковая, то бишь более полуга и образованная относительно малым сегментом окружности, то ситуация лишь усугубится. А теперь скажу совершенно неочевидные вещи. Абсолютно плоская перемычка, опертая на вертикальные стенки, тоже будет создавать небольшое расталкивающее усилие на стенах. Часто вижу как люди в ютуб показывают треснувшие стенки колпака печи, который перекрыт абсолютно плоским сводом, кирпичом по уголкам или даже цельной шамотной плитой. Причем трещины начинаются сразу под перекрытием вне зависимости от наличия армирования. И обычно если подобные лопнувшие конструкции осматривают авторитетные печники и находят там металл, то грешат на линейное расширение стали. А если не находят, то говорят что печь лопнула потому что нет армирования. А что? Просто, гениально и всегда убедительно. Запомните, для любой формы арки печи мы должны обеспечить устойчивость пяток и тогда точно все будет хорошо. Проще всего стянуть пятки металлической шпилькой, как это делают в архитектуре старых зданий со сводчатыми и купольными перекрытиями. Такая металлическая связь называется затяжка. Но в нашем случае нельзя чтобы металл находился внутри топки или колпака, иначе он при нагреве потеряет свое основное свойство противостоять растягивающим усилиям от распора пяток кирпичной арки. Например, эти стальные затяжки можно устроить под подом русской печи, изолировав металл от открытого огня слоем подового кирпича. Современные печники автоматически получают нужную им затяжку, заливая под печью бетонное основание с армированием, например, при возведении помпейской конструкции или комплекса барбекю. Именно металлическая арматура прекрасно противостоит силам распорам, хотя большинство печников из интернета даже не знакомы со словом затяжка. В конструкциях классических русских печей в качестве затяжек выступали брусья или доски деревянного подпечья. Да, именно дерево как и металл тоже отлично противостоит растягивающим усилиям, и на это я обратил внимание, когда помогал разбирать старую русскую печь с рабочей вьюшкой. Там периметр подпечья был выполнен из саманных блоков, внутри все было засыпано песком, битыми черепками и просто суглинком. Затем постелены доски и уже на них поставлена печь. И я долго думал, зачем там доски, пока не пришел к логичной мысли. Сейчас повсеместно принято деревянное подпечье заменять нижним колпаком, располагать там же потопок и вести дымовые каналы. Очевидно же, что при такой конструкции печи затяжка теперь автоматически оказывается на полу дома, а пятки кирпичных арок стало быть отдаляются по вертикали от затяжки почти на метр. А чем это грозит на практике? Сила распора от арки останется неизменной. Но теперь сдерживание усилий разъезжающихся пяток за отсутствием затяжки будет направлено на опрокидывание стенки. Здесь опрокидывающий момент равен произведению силы на плечо. Плечо в данном случае это высота стенки от затяжки на полу до пяток арки и зависимость здесь абсолютно линейная. Во сколько раз увеличилось плечо во столько же раз увеличится момент опрокидывания стенки. Если коротко, то примерно на порядок все усугубилось, но в рамках наглядного эксперимента давайте постепенно увеличивать высоту стенки и наблюдать на каком из этапов наша арка без затяжки будет сломлена. В моем примере подняв арку на 5 кирпичей конструкция стала непрочной и ломалась даже от ветра или малейшего прикосновения. Какие компенсационные меры для нашей кирпичной арки мы можем предпринять если пятки стали расходиться? Например можно не стягивать пятки внутри кирпичной арки, а создать внешнюю дополнительную опору например металлический бандаж поверх готовой печи. Если не нравится, то можно выполнить забутовку арки слоем кирпича или песка как это часто делают при обустройстве лежанки в классических конструкциях русских печей. Можно внешнюю стенку сделать более толстой или устроить нечто подобное на контрфорсы. А можно создать дымовые каналы с боков от свода и распределить опрокидывающую нагрузку на их стенки. Видели античную архитектуру? Похоже на храм Юпитера. Там тот же принцип. Посреди большой зал с боков колонные проходы, а сверху забутовка. Античный стиль обусловлен не дизайном, а необходимостью построения прочной конструкции без использования затяжек. Из кирпича и камней иначе не построить арки и своды. Благодарю за внимание! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова